всем большой привет дорогие друзья и сегодня у нас будет обзор нового стока не знаю насколько он новый но для меня он новый и только-только начинаю его скажем так чтобы мывать расскажу почему я на него решила загружать и как бы ну вы посмотрите то есть вам понравится вы тоже можете на него грузить так сайт у нас сегодня будет free pick ссылка будет в описании там где у меня все микро стоки и там вот free pick это моя реферальная ссылка поэтому если есть желание можете по ней нету поможете сами просто free pick google и набрать итак сток это прямо достаточно недавний мне про него рассказал муж и он как бы на него грузит и сток реально приносит доход здесь можно все то есть вектор растр так я векторный до иллюстратор я буду грузить вектор и так после того как я зарегистрировалась вот тут есть ссылка контрибрюэйт контибрюэйт стать автором короче я пользуюсь гуглом браузером есть опера и google и если я не знаю перевода страницы да например или мне сложно или я только что зашла на этот сайт я пользуюсь гуглом и тут есть перевод страницы и вот он показывает нам стать автором переходим по этой ссылочке он нас перебрасывать в панель управления и так здесь в принципе самое первое что надо сделать это загрузить свои работы в чем удобство в том что если вы работаете скажем так по моей системе как обычные стокеры работают то есть у вас есть gpx файл и ps файл и допустим zip архив если вы через ftp грузите и уже они внутри про метаданные да внутри уже есть есть описание название ключевые слова это вы либо через сток сабмиттер то их ставите либо через это брить в принципе у вас готовы какой то есть архив который вы уже можете загрузить у меня как бы есть я вообще продемонстрирую что я делаю почему именно просто стала на этом стойке скажем так начать работать так мы заходим в файл upload и вот мы попадаем в панель загрузки тут ftp дается только после 100 загрузок поэтому у меня пока нет ftp я гружу просто на сайт и так у нас тут есть панель на самом деле все что надо сделать это просто перебросить файлы на панель допустим давайте я покажу вам пример как я делаю здесь не надо zip здесь надо просто и ps и gpx gpx должен быть более 2000 то есть если вы как бы по моим урокам делаете я там делаю всегда 5000 на 5000 это для и до кажется я уже забыла честно говоря куда какие требования на кума да и доп до сих пор требует 5000 на 5000 вот загрузились файлы сюда можно сразу все кинуть на самом деле я вам просто покажу один для примера чтобы это было быстро у меня тут балет и все импорт файл он импортирует его на сервер и мы его значит это мои доя до я загрузила уже верно да немножко подождать чтобы появился мой балет я обновила страницу и появился мой балет стоит галочка что все хорошо так у меня выглядит моя балерина давайте зайдем edit ведь у меня уже тут сразу все файлы показывает вот а то есть векторная а я как бы тоже допустим и ведем было всем а он переведет все кроме заголовка в общем ладно девушка которая танцует и здесь можно как бы редактировать если вдруг нос как бы сразу загружать надо конечно же с кейвертами и ключами с названием так вот у нас короче мы все проверили уходим обратно и у нас тут надо наверное отправить на рассмотрение и тут написано что должно быть максимум 20 минимум 20 я пока тоже не знаю честно говоря что это значит но допустим выделяем и у нас 10 то есть она до 20 еще 10 до загружаю и мы с вами вместе отправим на общую проверку при регистрации необходимо паспорт загрузить и платежная платежную информацию давайте переведем всякий случай вот выставление счета и соглашение там видите свой логин и пароль и нам необходимо вот мой документ айди документ числа загрузим и биллинг биллинг информацию файпл или пионер я про пионер тоже сниму наверно отдельное видео там можно открыть пионер то есть он тоже можно открыть карту по моему даже пионеры тоже подсоединяются тоже платежная система наравне с пайпл скрилл и вот пионер есть сейчас я вот заполню все эти поля загружу паспорт вы еще не загрузили свой идентификатор на панель здесь теперь необходимо ввести дополнительную информацию так я запомнила заполнила что такое айди номер я нашла что там именно именно то есть ваш налоговый номер в принципе все стандартно налог платежная система тут видите скрила нету только папил и пионер вводим это и нажимаем сохранить и далее загружаем ваш паспорт и так значит мой паспорт получен и если все верно мне пришлось в общем письмо уведомление на почту я обычно в переводчик вставляю конечно в идеале нужно все письма вот этот информационный переводить все ждем дальше так возвращаемся в наш фри пик так мы загрузили наши документы теперь смотрите я загрузила ровно 20 изображений и теперь у меня появился sent to rewind то есть отправить на проверку вот все мои 20 изображений я скажем так не выбирала просто 20 последних отправила и нажимаем отправить а вот они поменяли свой статус вот они теперь они находятся вот здесь вот на проверке добавить здесь фото вектор не есть фото разве что-то загрузилась смотрите просто как фото и 14 векторов произошла какая-то ошибка при загрузке можно нажать ну и теперь собственно мы просто ждем когда она пройдет утверждение и наверное появится вот здесь вода опубликованная то есть на продаже это типа не прошло проверку да это отказ нам надо вот сюда вот я так понимаю да нам надо вот сюда опубликованную ну собственно будем ждать здесь все будет хорошо хорошо